Слово для доклада предоставляется министру культуры Кабардино-Балканской республики Умахову Мухадину Лялушевичу. Слово для доклада предоставляется министру культуры Кабардино-Балканской республики Умахову Мухадину Лялушевичу. Слово для доклада предоставляется министру культуры Кабардино-Балканской республики Умахову Мухадину Лялушевичу. 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 Борис Балканской республики Умахову Мухадину Лялушевичу. Кабардино-Балканской республики Умахову Мухадину Лялушевичу. Борис родился в селе Незарагишчевского района в октябре 1940 года. После средней школы и армии поступает на Кабардино-Русское отделение КПГУ. Завершив учебу в университете, защищает кандидатскую диссертацию в Тбилиси. Работает старшим научным сотрудником отдела кабардинского языка в Институте гуманитарных исследований. Завершив на дело в Институте повышения учителей КПГ. А последние годы своей жизни главный редактор литературно-художественного журнала Умахову. Борис Утишев – большой мастер кабардинской словесности, с именем которого связаны поистине ощутимые явления национальной культуры, глобальной позначимости и не совсем простые по восприятию. Можно с уверенностью сказать, что его многогранное творчество стало началом нового этапа, новой эпохи в развитии кабардинской литературы, кабардинно-художественной словесности. Начиная с 70-х годов прошлого века, думается, кабардинская театральная жизнь – это эпоха великого драматурга, драматурга Бориса Утишева. Его пьеса насыщена удивительной очистительной энергетикой, которая свойственна, конечно же, только настоящему, подлинно народному искусству. В результате сцинтезонациональных поэтических традиций и образцов классической европейской драматурги Борису Утишеву удалось создать сценические произведения, позволяющие нам считать его пионером, первопроходцем, патриархом кабардинской поэтической драмы. Первая пьеса Утишева – драма-сказка «Солнце нардов», написана по мотивам героического нардского эпоса. Выдающейся вкладом Утишева в адресскую драматургию стала трагедия Тархатавы, в основу которого легли события, имевшие место в древнем адресском государстве Синдика. Пьес о судьбе эллиотской царицы Тархатавы, двойственный образ, который тщательно выписан великим драматургом, ему получили соединить несовместимые понятия, женское начало, не обостренное чувство гражданского долга, мужественная воительница, зачитавшая в себе женскую красоту, супружескую верность, материнскую добродетель. Она гибнет в противопорстве своих несовместимых ипостасей. Пьеса Тархатав вошла в золотой фронт и стала классикой адресской драматургии. Она переведена на русский, французский, арабский и другие языки мира. Историческая направленность отчетливо просматривается и в пьесах «Ночь кровопролития», «Старинное адыгское предание» Элии Хназова «До моей князь Кушук». Сюжет значительно вкладывается в тяжелую историю становления и развития адыгской комедиографии. Его первая комедия «Свадьба Шамкуна» легла в основу либретто музыкальной комедии с одноименным названием «Музыку», на которой написал уходил Балов. Жанровая политика комедии «Утровый круг» разнообразна. «Бунт невесток» или «Ау, где они признают свекрови», «Фарс красавица хацаться», «Памфлет шли-шли», «Скетч да здравствует Али», комедии с доброй смехом, «Шутки шутками», «Мир театр», «Театр приехал», «Заклинания», «Жану в Африке» и другие. Используя в своих комедиях с наибольшей полнотой лексические резервы кабардинского языка, он силой смеха, вызывая не только мягким юмором, добродушной иронией, но и острой сатирой, доходящей порой до сарказма и протеста, мастерски реализуют бессмертные слова по марше. «Хотите исправить человека? Покажите, каков он есть на самом деле». В великолепную яркую череду психологического, философского, задушевного звучания составляют стихи, вошедшие в поэтический сборник «Моя Даханава». Название сборника глубоко символично. «Кариклазая красавица Даханава» мифический образ счастья бывающего кабардинца с древнейших времен. Она у каждого своя, единственная и неповторимая. Поразительная самобытность, поэтический дар Бориса Утижева особенно проявились в засиянии особенных божественных светов в двух сонетах, отличающихся поразительной широкой смыслового диапазона. Одна и та же форма служит вместилище для глубоких, глубинных философских обобщений и инструментом для исследования тончайших психологических нюансов. В 2001 году вышел сборник «Сокровенности», в котором нашла отражение обреченная в слова субстанция души, сердца, величайшей сущности поэта, драматурга, мастера кабардинской словесности Бориса Утижева. Трудно переоценить тот вклад, который внес Борис Утижев в развитие культуры Кабардино-Балгарии, за что был отмечен государственными званиями и наградами заслуженный работник культуры Российской Федерации в 1996 году, народный писатель Кабардино-Балгарии в 2001 год, за заслуги в области культуры награжден почетной грамотой президиума Верховного Совета КБССР в 1990 году, почетный академик Атыкской Международной Академии Наук. Утижев принимал активное участие в общественно-политической жизни страны и республики, будучи членом Союза писателей РФ, членом Союза журналистов РФ, членом правления Союза писателей Кабардино-Балгарии, членом Совета по кабардинской литературе, членом комиссии по разработке кабардино-черкесского толкового и фразеологических словарей, грамматики, стилистики, письменности адыгского кабардино-черкесского языка. Я думаю, что каждый человек, который когда-либо возьмет в руки книгу на кабардинском языке, обязательно столкнется со словом Бориса Утижева. И его слово всегда будет с нами. И я сегодня хочу сказать спасибо, что вы нам подарили неведомый мир кабардинского языка. Спасибо за внимание. Яркими работают по чеканке, по дереву. Куда мы вас обязательно пригласим. Спасибо. Начинается председатель Союза журналистов Карачаево-Черкесской республики, главный редактор «Черкесской газеты», известный поэт Тхагадсов Уржук. Спасибо. 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 Васили спрор algunas трансмиссии. Как раз мы вам conocим? Спасибо. storage short, а уч Pirса Промашево-Черкесской спасибо. Он был дипломатом в 18-15 году и нафазом руководителя Русиана Налю Ахмад Ханс, абонентом и джебристом. Он был диктором, который был диктором. Он был диктором, который был диктором. Он был в том, что он следил этому. Он был актуристом и ребят. Только что он был в гуматике, все обзлабlexе не было. Просто на его работы – cooler с дипломатурным, не было в долгие темпы – Громкостью. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok